здравствуйте меня зовут дмитрий павленко это проект смотри хабаровск говорим мы поговорим сегодня о ценах о том как они растут и кто контролирует этот рост у нас в гостях николай костромеев заместитель руководителя хабаровского управления федеральной антимонопольной службы россии здравствуйте добрый день цены ну действительно много говорит много говорится сейчас о том что они растут но если говорить о конкретных примерах а лучше даже наверное о жалобах и сигнал которых людей поступают о чем они ну достаточно количество будет большой жал поступил за этот период времени они о продуктов питания первой необходимости большой был блок обращений связанных с ростом цен на детское питание и на подгузники действительно очень серьезно произошел рост определенный вот и также обращались к нам в отношении повышения цен на определенные товары по автохимии автомобильным маслом насколько то есть что происходит с этим сигналом люди говорят смотрите здесь подорожало вы принимаете к сведению едете проверяете как отрабатывать ну во первых смотрите у нас ведется уже давно достаточно мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары у нас есть определенный перечень товаров который отнесен к данной категории этот перечень отвержен правительством российской федерации построением правительства соответственно мы мониторим таким способом мы получаем информацию уже на еженедельном режиме от торговых сетей самых крупных мы ее также дополнительно перепроверяем а путем осмотра этой информации в самих торговых сетях вот сейчас же у нас также усилен контроль у нас сейчас работает горячая линия ежедневно мы даже на выходных работаем гореть принимаем обращение и соответственно также отсматриваем данную данную информацию в частности допустим то что касается детского питания подгузников очень такая злободневная тема в настоящее время эта информация у нас собрана и мы проинформировали всех граждан о том что у нас на учитывая что определенным хозяйствующие субъекты они функционируют на всей территории реческой федерации не буду называть номинование этих организаций а то центральный аппарат федеральной темнопольной службы уже направлен заблаговременно запросы в данной организации о предоставлении информации о том о причинах роста цен о динамике цен отпускных и динамики цен которые имеются у них непосредственно магазин но причины роста цен ну потому что просто подорожала этому увеличилась закупочная цена поэтому и розничная какая-то тоже увеличил это нормальная история но есть вещи как будто бы ну как нормальная логичная хотя бы да понятно и есть вещи чисто как будто бы спекулятивные и вот в этом плане что проверяет антимонопольная служба а вот это обоснованное увеличение стоимости что является обоснованным что является не обосновано смотрите вот в отношении тех товаров которые перечислил цены государством не регулируются то есть прямого регулирования цен нет полномочия антимонопольного органа входит именно контроль за criticisms анти монопольного закан Autinosa в части установления первое ход субъектами которые занимает доминирующее монопольное положение товарном рынке, вот именно требование антимонопольного законодательства, у нас есть такое требование в законе о защите конкуренции, это недопущение установления монопольно высоких цен на товар. И второе, мы также смотрим поведение хозяйственных субъектов на рынке в части сговоров картельного характера по установлению цен. То есть, когда нет предпосылок, допустим, повышать цены, все сговариваются практически синхронно, одинобразно, повышая цены и оставляя потребителей без конкуренции. То есть, без того, что данные субъекты могли бы каким-то образом побороться за потребителя через цену. Соответственно, к этому сводится именно полномочия антимонопольного органа. Соответственно, зачастую, конечно же, данные рынки конкурентные, которые я называю, это рынки продовольствия, рынки того же самого детского питания. Но вместе с тем, учитывая, что сигналы поступают, мы их обрабатываем. И вот, допустим, как я уже сказал, что центральный аппарат службы направил соответствующий запрос. Также хотелось бы отметить, что сейчас в адрес производителей Сахара центральным аппаратом службы, федеральной антимонопольной службы централизованно был направлен, помимо запросов, также была направлена рекомендация о разработке торговых практик соответствующих по добросовестному поведению на товарном рынке. Ну и, как вы, наверное, знаете, что сейчас рассматривается вопрос тоже на уровне центрального аппарата службы по изменению законодательства о защите конкуренции в части возможных дополнительных полномочий антимонопольного органа по контролю за ценами. Что обсуждается? Что еще? Какие полномочия могут быть? Ну, обсуждаются различные полномочия. Это официальная информация прошла у нас через Государственную Думу, да, после выступления руководителя службы. Обсуждается полномочия, в частности, распространения антимонопольных запретов на хозяйствующих субъектов, которые не занимают доминирующее положение. То есть, вот именно те нормы, которые указаны в законе, предлагается, пока что еще раз подчеркну, предлагается распространять на хозяйствующих субъектов, в которых соответствующего положения нет. То есть, каким образом это будет выглядеть, мы еще не знаем. Ну, примерно из этого можно, пока как это можно представить, что магазин у дома, вот просто какой-то в соседнем доме у меня там магазин, его антимонопольное, ну, как бы, его обходило стороной, потому что просто он не является тем самым субъектно доминирующим и так далее. Сейчас предлагается, как будто бы, чтобы его тоже антимонопольное видело. Но это, наверное, в первую очередь будет касаться вот этих товаров, там, первой необходимости какой-то, чтобы они в том числе были... Ну, можно только предположить, но действительно, есть определенный перечень товаров, которые я указывал выше, да, это товары первой необходимости, и они называются товары именно социальной значимости. Вот товары социальной значимости, там же небольшой относительно перечень, да? Около 20 позиций. Около 20 позиций. Сейчас они тоже подорожали? Есть по определенным товарам, есть определенный рост. Вот это обоснованное, да? Чем оно обосновывается? Ну, смотрите, вот мониторинг у нас вот именно по ситуации, связанные с удорожанием, он вот сейчас начался более усиленно, учитывая наличие горячей линии и учитывая некоторые предпосылки к этому повышению. Мы сейчас самостоятельно тоже ситуацию эту отсматриваем и направляем запросы. Но, вместе с тем, по отдельным видам товаров мы не видим столь значительного повышения цен. Действительно, он имеется, но вот именно те уровни, о которых, так скажем, к нам приходят и говорят, они не подтверждаются после получения определенных ответов. Гречка в два раза подорожал. Вот такие, да, вещи? Ну, во всяком случае, мы не видим повышение цен на гречку в два раза. Насколько видите? Ну, во всяком случае, вот я лично, как потребитель, был на выходных днях и как потребитель, и как сотрудник антимонопольной службы на двух базах и в торговой сети, подорожание, была гречка в предыдущий период 80 рублей, стало стоить под 100-95 рублей можно купить. Но это не в два раза подорожание. Ну, и значительное все равно. Ну, имеется, да. Соответственно, нужно иметь в виду, каким образом формируется ценный товар. Ценный товар формируется в основном в торговой практике. Это путем прибавления к отпускной цене соответствующей надбавки. Соответственно, коль скоро повышается отпускная цена, то в любом случае цена растет, а надбавка хозсубъекта, который функционирует в Хабаровском крае, она остается одной и той же. Соответственно, если мы видим, что произошло увеличение стоимости отпускной, допустим, субъектом, который функционирует за пределами, мы отправляем следующие материалы в территориальный орган, который находится за пределами Хабаровского края. Да. И за счет вот такого взаимодействия снижали цены? Да. Были прецеденты? Конечно. Вот у нас были прецеденты предыдущих лет. Но это была разная ретроспективность, если посмотреть, так скажем, вдаль. Это вот 2010 год, когда была засуха по гречке, была ситуация. То есть, да, действительно, там были определенные ценовые провалы. Но затем, после вмешательства антимонопольного органа, цены стабилизировались. Там тоже была гречка и была соль в те годы. Соответственно, рынок реагирует на определенные сигналы. Про снижение цен. Потому что, да, одна сторона медали – товары дорожают, другая, когда они подешевеют. Ну, для этого, понятно, какая-то внешнеэкономическая ситуация, наверное, должна измениться. Но, опять-таки, про то, что подешевеет. Про бензин в последнее время говорят. Как вы можете прокомментировать, действительно ли есть какие предпосылки к тому, что бензин подешевеет? Ну, мы не фиксировали факта снижения цен буквально на сегодняшний день. Но теоретически, если цена оптовой реализации будет снижаться, то есть у нас также составляющая стоимости бензина – это стоимость оптового поставщика и стоимость соответствующей издержки с бытовых компаний. Вот. Мы постоянно мониторим ситуацию на рынке и постоянно исследуем ценообразование вертикально интегрированных компаний. Это такие компании, которые, так скажем, имеют определенную структуру, то есть у них основные центры находятся в городе Москва и имеется цепочка завод и сбытовая составляющая. Вот постоянно мы эту сбытовую составляющую смотрим и если что-то не так, то, ну это было достаточно давно, у нас также применялись меры антимонопольного реагирования, но последние годы у нас именно не установились признаки нарушения антимонопольного законодательства. Но если цена на оптовой составляющей будет снижаться, значительно снижаться, то однозначно данные компании должны будут представить нам пояснения о причинах не снижения цен в розничном сегменте. Про продукты все-таки вернемся, про них немножко поговорим. Соглашение с торговыми сетями, оно добровольное, насколько я понимаю, то есть какие-то торговые сети намеренно говорят, ребят, мы не будем повышать стоимость каких-то товаров на вот на сколько, что это за сети, о чем, собственно, само соглашение и срок его? Оно как будто бы действует уже не первый месяц точно. Во-первых, подобные, так скажем, соглашения, да, они были заключены буквально недавно, об этом, в принципе, информация прошла, это, если не ошибаюсь, это был конец февраля. Это торговая сеть Самбери, это торговая сеть Амбар. Вот, соответственно, был выбран определенный перечень социально значимых товаров. Тот же самый перечень, который движен правительством. Единственное, я вам точно не скажу, вот именно по, так скажем, попунктно, то есть что там кто выбрал, но идея такая, что выбран определенный перечень социально значимых товаров и организации применяют данному перечню либо определенный предел по надбавкам ценовой, либо определенный ценовой коридор устанавливает цены вот именно вот в этом пределе. То есть, ну вот как-то так работает. Почему было ощущение, что как будто бы не первый месяц, потому что вот этот перечень социально значимых товаров, он появился как-то как будто в августе прошлого года или, может быть, даже раньше. И вот какие-то соглашения с сетями, а не повышение стоимости, ну цен, они тоже тогда начинались. В чем разница? Смотрите, вот этот самый перечень социально значимых товаров, он существует уже давно, утвержден давно. Это подзаконный акт к законодательству о торговой деятельности. У нас на федеральном уровне фиксировались определенными соглашениями цены на сахар и цены на масло. Это был конец 2020 года и определенный период 2021 года. Это работало. Цены были в определенных торговых сетях, ну основных торговых сетях на определенном уровне. Затем данные соглашения завершили свои действия. Ну и сейчас вот вступили в силу данные соглашения, которые недавно. Дело в том, что вот когда завершили свои действия соглашения на федеральном уровне, ситуация была достаточно стабильная. Вот сейчас для того, чтобы упредить негативные явления на рынке, соответственно, вот были предприняты соответствующиеся шаги. Но, тем не менее, две сети, пусть и бы такие большие, это не весь рынок. Ну, как бы, вот планируется ли еще включать, ну договариваться с другими какими-то хозяйствующими субъектами и магазинами? Ну, смотрите, во-первых, ну это крупные игроки, да. Во-вторых, это дело достаточно добровольное. Вот, соответственно, здесь уже играет фактор социальной ответственности, о чем, в принципе, и антимонопольный орган также призывает и центральный аппарат ФАС России и соответствующих хозяйствующих субъектов, которые функционируют на товарном рынке. Вот, учитывая вот социальную значимость данных товаров. Ну что ж, спасибо большое, Николай Борисович. Напоследок, если вдруг, ну да, человек видит, что что-то где-то подорожало и есть подозрение, что не очень-то обоснованно это произошло, куда обращаться? В управлении к нам антимонопольной службы по Хабаровскому краю. В принципе, люди у нас давно уже все знают. Вот, пишут заявления, жалобы, обращения, звонят. Горячая линия работает ежедневно и даже в выходные. Номер горячей линии? 32, 55, 25. 32, 55, 25. Ну, надеюсь, таких сообщений все-таки будет поменьше. Тоже надеемся. Да, и надеемся глобально, что все, конечно, скоро стабилизируется. Спасибо большое, Николай Борисович. Напомню, что у нас сегодня в гостях был заместитель руководителя Хабаровского управления Федеральной антимонопольной службы Николай Костромеев. Спасибо большое. Спасибо. Меня зовут Дмитрий Павленко. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Смотрите нас в Рутюбе, заходите на наш сайт. В общем, скоро там везде мы тоже будем представлены в полном виде. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова